С праздником, братья и сестры православные! Слава Богу, что мы православны! Слава Богу, что Господь дает своей благодатью нам любить православие, нам видеть, что угрожает православие, мы хотим выбирать единое на потребу, выбирать благое, благой выбор, чтобы пребывать нам с Господом, с той благодатью, которой пребывала вся церковь христианская на протяжении двух тысяч лет. Сегодня усугубились угрозы православия. Враги православия хотят, чтобы его не было, враги православия, это те, кому Господь Бог не Бог, те, у которых другой есть Бог, Мамона, есть Бог заблуждения, всякие, кого в каком виде только не является, они доносят себя вот так, проповедуют, рекламируют. Это боги иные, которые не имеют ничего общего с Богом, которому служим мы, которому влюбим, которому мы славим. Поэтому сегодня, когда такая ситуация, что оказалось бы православию, готовится враге нанести большой урон, с одной стороны, время для скорби, время для каких-то страхов, действительно, что может быть на краю все. Если бы мы не знали той благодати, той сухой благодати, которую Господь укрепляет, удерживает все, утешает стадо свое малое, чтобы оно действительно сохранило свою веру, не поддалось на какие-то вот эти козни лукавого, сохранилось в своей вере в той благодати, в том утешении Божьем, в котором всегда имели возможность верно пребывать. Сегодня Господь это просто, поскольку враг сгущает свои полки, свою силу, вот такое организованное мировое зло, у которого на пути лежит только благодать православия, то и Господь, естественно, предусмотрел для того, чтобы это организованное зло остановить, чтобы стать препятствием на пути его, предусмотрел православное царство, предусмотрел свою особую сугубую благодать, которую укрепляет верных своих, предусмотрел свой избранника Божий, значит, который сможет быть исполнителем всего же хотений, и через него приходят времена отрады на этот народ, вот на эту церковь, эту землю. Поэтому для нас важно, что не духом уныния и скорби мы побеждаемся, не каким-то, какой-то безысходности, о чем и сказано в откровении, что будет недоумение, уныние народов, вот, нет, мы не можем так считать, не можем так думать и в этом пребывать, потому что сердца наши радуются уже не первый день, не первый год в том, что есть благое утешение, в котором какие бы нам препятствия лукавы не пытался строить, все преодолевается, вот так победоносно, и само это настроение наше победоносное, оно нас таким вот образом устрояет под крепкую руку царя-победителя. Поэтому все для того, чтобы нужно будет для его встречи, для его принятия коронования во царение, когда он придет и не будет долго искать, если уже есть такие, которые подчерлись, подготовятся за это время, не рассуждать, не сомневаться, а идти ведомо этой благодати. Поэтому благодать эта царская, без которой стражит церковь уже длительное время, она как раз это вот закваска, тот дух, которым мы устрояемся, чтобы быть единым духом с царем и с царствующим Господом, который не удалялся далеко от нас, навсегда пребывал. И его отсутствие такое, оно было как наше наказание, дисциплинарное такое взыскание, такое, чтобы нас научить, чтобы мы поняли, как без него, без царя царей, царя царствующих. И что, хоть и сказал он апостолам, сегодня вот день вознесения Господня, что сей я с вами до скончания века, и действительно он с нами, всегда есть кому прибегнуть, где урочевать вот наши раны, вот наши залезать и такие вот, получить утешение. Но как царь, он, естественно, нас покинул, о чем мы уже очевидно видим за прошлый день вот эти вот наши сто лет, что это безвластие, без времени такое. Вот, сегодня, значит, есть такой призыв со стороны врагов Божьих, католиков. Вот будем сейчас, многие пытаются сгладить эти, ввиду некоторой такой, может быть, по привычке, последования такой мягкости, некой беззубости православия, его такого беззащитности и неспособности, может быть, противоставить это злу, естественно, когда нет того, кто должен вот защищать и возглавлять этих воинов Христовых. И так привычно, что сегодня без страха эти цинично правители, патриарх и ведущие такие, микрополиты не стесняются говорить, особенно микрополиты Варион, не стесняются говорить, что наложили мы на мораторию на понятие ересь. Если это, сделав это, и не получили должного отпора, по сути дела, они получили зеленый свет на то, чтобы ввести куда угодно от врагов Божьих, святая святых, и завершить наше такое медленное падение, отступление уже такой печати, завершением уже на уровне церковного чина, само святая святых в литургии, поминание злейших врагов церкви. И они призывают сегодня вот эти враги, о которых Матерь Божия когда-то сказала, что, знаете, я так отступлю, что было католики, многие, наверное, знают эту притчу такую, или явная, может быть, из жизни, что просто повторить это нужно, когда католики указывали на некоего греховном падении православного, молясь Господу, Матери Божией, они молились, что вот, слава Богу, что мы католики не такие, как эти православные свиньи. И Матерь Божия с иконой им отвечает, что свиньи да мои, а вы враги моего сына. Это нам по сердцу, это нам всегда было понятно, не отспаривалось, если бы не такие занявшие места Моисеев и Седалищ, как в Ветхом Завете, а сейчас, ну, первосвятители русских, занявшие вот эти места, они учат по-другому, чем эти первосвятители. И враги Божии уже не враги. И друзья уже друзья. И получается, что сегодня как посмотреть, что истинные друзья Божии, те, которые еще пытаются удержаться в православие эти церкви, мы сегодня на слуху, это грузинская, в первую очередь, это болгарская, сейчас и там, и молдавская, значит, и с Украины глаз, и везде есть, значит, те зерна православия, незыблемого, которое, хоть и потерпело урон от того наказания, которое мы претерпевали в последнее время, но стоят, держатся за ризу Христову смертельной хваткой, и нескоро хотят покинуть, не хотят покидать Господа, именно прибыть с Ним, хотя бы отлучением быть от всего, от всего мира, от всех этих владык и так далее. Вот это друзья Божии, которые на этот собор, который хотят на Крите провести, они на этот собор не видят никаких оснований, никакого желания не возникает, чтобы этот собор, в нем принимать какое-то участие. И действительно, если эти все витиватости, значит, жидовские не применять, к тому, чтобы истину Божию, Слово Божие, чистый источник, не перевести на лукавую человеческую логику, которая сегодня насквозь прожидовлена, всякими правовыми там вещами, всякими вот лукавствами, витиватостями, что далеко уже от истины Христовой. И только сердце, оно смотрит, оно беспокоится от того, что не туда призыв, там нам делать нечего, и нет никакой нужды, и только вот перенявший этот язык, это вот такой дух, это мышление, это их сердечное богатство, отступившие от архиереи, пытаются убедить, что это сборище необходимо, якобы для пользы православия. И как мы видим, что оно необходимо только врагам православия, которые хотят проведения этого собора, потому что на нем, уже как они это видят, предчувствуют, это для них очевидно, что католики и прочие, значит, инославные, около христианских исповеданий, они становятся братьями, становятся, имеют широкий доступ туда, куда раньше они с помощью меча проникали, и теперь вот как бы ворота открываются, они могут проходить в любой храм, и им так от этого радостно, и они так молятся, чтобы еще больше им такой простор получить в этой своей празилийской деятельности. Но верные, те, которые любят Господа, те, которые от Бога, значит, в этом никакой необходимости не только не видят, они еще видят все эти опасности, которые так долго сгущались, так долго мы наблюдали, и не были укреплены, конечно, многие вот именно благодатью такой суббогой, чтобы противостоять этому злу, это попущение Божие, и, соответственно, это приводит к тому, чтобы в итоге только сдаваться, потому что нечем сопротивляться. Мир окреп, козни, вот князь мира сего окреп, потому что люди одолелись от Бога, потому что Бог не с ними часто, и малое стадо определяющего не делает настроение одна, как птичка не делает весны, поэтому здесь получается, что когда мы укрепляемся Господом, о чем мы с вами можем говорить всем, что та благодать царская, которая открывает не просто простор такой, вот эта основа, конечно, сердца раскрывается уже не в страхе, в этой благодати, что Господь с нами, сила вот эта, она выше всех тех, кто в нас, больше того, кто в них. То, что сегодня кто в католиках, это Господь, конечно, может спасти любого католика в случае его покаяния, но католичество – это ересь. Никто из нас католичество не спасется, это, значит, эти аксиомы, ни к чему даже их пересматривать, и пытаться как-то на человеческий язык это все перевести. То, что на сердце лежит таким порядком, как это было уже многие сотни лет, так и должно лежать, и это не надо шевелить. Надо быть, стоять в той истине, в которой стояли. И познать только то, что нам надо укрепиться, надо ту благодать царскую, значит, грядущего Государя, грядущего Царя Христа, значит, возопить действительно от этой небезысходности, молиться ему, чтобы не было этих католиков, чтобы не было этого собора, чтобы не было этого соединения, как бы такое единение, что там какая-то сила, единство в этом единстве. Без Христа, без Духа Святаго единство только будет в сатане. Это место свято обязательно будет занято значит, врагом Божиим. Поэтому с ними, вот это их позиция, их попытка таким вот образом показать, какие они настроены положительно к нам, они, может быть, по-человечески искренне, которые заблуждаются, верхушкой, конечно, это злонамеренные такие волки хищные. По-другому нам нельзя о них мыслить, если даже ошибемся, небольшая беда, но не надо никак оставить свое человеческое какое-то сострадание или там любовь, или сожаление какое-то там, общие какие-то теплые чувства человеческие, нельзя ставить выше основ веры. Иначе все это теряется, мы уже смотрим, сколько всего этого сдвинулось с места и несет, куда-то в пропасть летит, набирает обороты. Это питание, о котором говорилось, не русский корабль, а именно вот этот обреченный на погибель корабль из гнилого железа, сделанный, который должен где-то там в океане, вот этого житейского моря, просто сгинуть с множеством жертв. Спасаются люди только на обломках русского корабля, которые стремятся к соединению в единый русский корабль, который является в последние времена соединением церковь русская с Русью святой. Это тот ковчег спасения для всех народов. Никаких католиков, протестантов, всех прочих здесь не предусмотрено. Если они хотят спасаться, они должны стать православными, они должны покаяться в своих заблуждениях и принять православную веру. Господь не замедлит, чтобы помочь всем этот выбор обострить, чтобы все могли, если действительно ищут Бога, чтобы эти заблуждения перестали быть для них такими определяющими. Чтобы Господь в сердце стучащий был ими услышан. Для этого посылаются какие-то всякие такие духовные катаклизмы, когда замыслы тех, которые творили все эти катаклизмы все эти сотни лет, они имеют быть немножечко такой сбой, наверное, дадут. Потому что не может быть, что государь приходит, царская благодать, царская Пасха это обязательно сбой в программе у этих всех дворцов этого нового мирового порядка. Потому что на земле быть порядку Божию. И землю Круции наследуют. На земле не будет никогда это зло совершенно. Ему определен конец. И поэтому начало этого конца преднадлежит нам с вами. И здесь вот увидеть и принять в этом участие. Сегодня, к сожалению, многие из тех православных, которые еще пытаются задержаться, стоять вот так вот в истине стоять в вере Христовой. Но как мы были в этот раз в Грузии, это искреннее признание владык, что очень непросто. Это очень непросто дается, что как раз давление власти имущих, и там вот это НАТО там стоит, и все это Америка свои с детства и Чупальцы, все это мировой сионизм, мы это понимаем как тема не новая, все откуда многие растут и все это очень непросто говорят. И такое ощущение, что даже при всех наших светлых надеждах и нашей решимости они будут искать все новое и новое уязвимости у церкви, у народа Божия, когда смогут заставить все-таки принять участие в каких-то безбожных мероприятиях, которые отлучат этот народ просто от благодати и соответственно удалят от Бога и сделают еще более уязвимым для врага, и тогда будет уже трудно что-либо изменить. Поэтому для этой причины в Тбилиси в этот раз проводили опять гей-парад, одни говорят, что пытались, другие говорят, что провели, но народ настроен, что здесь этого не будет никогда, но силы противодействующие, они такие мощные, поэтому всем надо понимать, что мы можем противостоять этому злу, этим врагам, только сугубо и укрепляющей благодатью. У Бога такой план. когда мы укрепляемся от него, именно его сугубой помощью, тогда мы познаем его в полноте и действительно предаемся все целое ему. Это путь законный, путь честный, путь истинный, искренний и светлый. И он пасхальный путь. Поэтому без Бога пытаться сделать какими-то средствами, силами, войсками будет не получаться, будет все приходить, только больше запустений. Это надо понимать, что приговор был в начале 20 века, после революции, озвучено одним благочетливым отцом, что когда белые говорили мы сейчас что-то возьмем, что-то изменим, он говорил, поздно, ничего сделать невозможно, пока не кончится наказание. Вот когда кончится наказание, именно началом наказания стало отнятие благодати, сугубой избраннической благодати от этого народа. Господь удалился как царь и оставил этот народ в наказании, быть побиваемым от этого лютого игоря, предал сатане во измождение плоти. И поэтому если мы сегодня хотим опять победить, если быть этим светлым идеем белого движения, например, то надо опять понимать, что мы все подлежим покаянию, все виноваты, все согрешившие. И чтобы нам действительно победить всю ту красноту, которая сегодня созвучна, это все такие щупальцы одного осьминога этого сатаны. Тут красные, там демократы, там либералы, там все, ну все одному господину служат. Поэтому вот хорошая идея, что белый царь, белая церковь, белая, вот наша Пасха, она светлая, она белая такая, Русь, она такая, светлое, белое место. Поэтому если действительно должен быть какой-то препон, это белое, очищенное от всего вот этих иных соцветий, будем говорить, греха, таких манящих порой, должна быть чистота. И тогда Господь, если люди стремятся к этому, укрепляется его чистотой, его благодать, его крепостью, силой, они смогут действительно противостоять. А пока вот эта благодать еще не принимается с гостеприимством, с жаждой, с такой, чтобы действительно люди узнали, что нам нужно вот единое на потребу, чтобы Господь был с нами. Тогда и все эти враги, которые сейчас пытаются нас, значит, не просто силой взять, а уже лукаво так, молясь, как бы, о нашем благе, завоевывая тем наивные русские такие сердца православные, не только русские, но вот таким вот образом они пытаются и лукаво, как бы, обмануть и показать вот свою, как бы, такую благодамеренность. Но вся эта благодамеренность, она лукава. Русскому всегда свойственна была не только наивность, но и простота в понятии основных верх. Поэтому если даже кто-то ум и соблазнит, но сердце, оно нескоро соглашается с этим. Поэтому вот это уныние, это туго такая, в начале 20 века, как вот это было, как с письма тех, которые писали, вот отражали настроение, душ, в то время, как церковь потеряла, церковь была потерявшая, она осталась, она потеряла не только купола, не только кресты, иконы, она потеряла ту силу, ту благодать, которая давала радость, победоносную такую, торжественную радость. И никакие враги не могли здесь что-то изменить, пока с нами был Господь. Поэтому призыв такой еще, что поскольку сегодня католики хотят молиться о успешном проведении этого собора, православным нужно молиться о том, чтобы это беззаконие не состоялось. А если и состоится, чтобы оно было как та чаша зла, которая переполняется по Божьему, видение, что такое определение, что ну, хотят такой путь избрать, пусть идут этим путем, но нужно уже отлучаться, нужно отделяться. Поэтому, чтобы их не хотя бы не поддержать, вот это их молитвенное такое напряжение, кому они там молятся, тоже сейчас все пестрит, можно посмотреть, что сама сатанинская символика, Ватикан пронизавшая все эти там иезуиты, и масоны, основные руководители всех этих процессов, нам ни в коем случае нельзя с ними. Это более чем когда-либо актуально не молиться с ними, вот, и гнушаться их молитвой, их вот такого блага, так называемого, такого нашего доброжелательства нашего. Поэтому, соответственно, настроение должно быть иное. Многие, может, из православных в скорби, в такой вот в пост уходят, что, как бы, скорбные времена, действительно, они скорбные, когда, если бы у нас не было нашего укрепления, нашей радости, именно того времени, которое Господь благодатное лето Господне благоприятное уготовил, и оно уже царской весной коснулось наших сердец, и укрепляет этой радостью, что без нужды, без меры скорбеть сейчас не нужно. Господь уже определил этот народ помиловать, и спорить о том, что Господи, помилуй нас, это для тех, для кого еще не открыта, может быть, эта радость. Им важно попаститься. Нам сегодня нужно быть более решимыми, уже плоды этого покаяния приносить, потому что могут ли поститься сыны человека, который в брачном, когда с ними жених. Поэтому в то время, когда будут молиться, пусть молятся, как кто, как по своему разумению, по своему сокровищу, сердце, если ждет от них Господь покаяние, пусть принесут покаяние. Если кому-то время приносить славу Божию, славословие, и плоды покаяния приносить, пусть приносят эти плоды. У каждого есть, что принести Богу сегодня. Но ни в коем случае нельзя проникаться теми нотками, теми, вот той логикой, тем рассуждением этих врагов Божьих, которые хотят нанести вред православию. Время лукавого, как никогда. Лукавство просто изощрилось, потому что грядет само лукавое из лукавых. Это сын дьявола, этот антихрист. И все, что сегодня покорно вот этому общему процессам этой глобализации, этому грядущему новому мировому порядку, все пропитано этой лукавой закваской. Поэтому в чем пребывали, в том и пребудем. Не будем напрягаться особо. Ну, хотят они вот так. Божие покущения. Нам Господь уготавливает путь иной, для которого мы можем действительно идти не туда, куда нас ведут сильные миры, а сего, куда векут нас эти деструктивные, значит, зловредные все эти тещения погибельные. А идти туда, куда призывает Господь, этот путь никогда не закрыт. Если и не могли мы это физически как-то воплотить в такое длительное время, навсегда сердца были устремлены горе, всегда люди показывали, те, для которых Христос всегда был царем, они всегда шли на свои шафоты, на свои голгофы, исполняя волю только Его. Это истинно рабы Божьи. И вся церковь должна стать такой. К сожалению, русская церковь сегодня выделяется, особенно православная русская церковь Московского Патриархата, выделяется совершенно иным свойством. Не говорю о всей церкви, это церковная организация, называя Московской Патриархией, временное название, которое сопряжено с тем игом, в котором пребывала и вождь безбожного государства когда-то назвал таким названием. Поэтому, если названная наша мать-церковь, лона нашей матери-церкви сокровенная, наше поклонение Богу в Духе истине, если оно имело какие-то разные формы по временам, называлось по-разному организационно, то тем более, если грядет царь православный, то его волею, его произволением это может называться по-другому и по-другому организационно будет и должно выглядеть по-другому и по-другому устроено. Естественно, это все та же истинная Христова церковь, тело Христова, потому что та благодать, которая в ней, она ощутима, она живительна, она спасительна, она победоносна. Мы, если будем говорить и думать по-иному, слушать каких-то других витиеватых этих врагов, которые пытаются через вот это разбавление ложью истинных понятий, пытается главное для нас затмить. Поэтому государь, такие полномочия, такая власть создать царскую православную церковь. Царскую православную церковь. Она царская будет потому, что туда возвратится Христос как царь. Все будет подчинено тому, что церковь не есть Христос спаситель, а Христос царь. Архиерей истинный и царь царствующий, Господь господствующий. Сколько икон написано, что когда Господь сидит на троне на своем, как царь царствующий, Господь господствующий, он имеет на себе знаки отличия архиерейские и царские. Поэтому царских знаков отличия для Христа, кроме некоторых молитв, кроме некоторых таких отвлеченных, которые стараются не акцентировать, церкви трудно разглядеть, потому что изгнал его символ и символ того, что этот царь Христос с нами пребывает, царь помазанник изгнал, поэтому вместе со Христом царствующим. Поэтому призыв такой молиться, чтобы Господь именно вот эту стезю укрепил, чтобы укрепил государя, избранника своего, чтобы церковь шла царским путем, победоносным путем, побеждая антихриста, не покоряясь ему. И все те, которые сегодня нашли мужество сказать нет всем этим потугам антихристовым, они должны найти мужество себе еще и сказать да избраннику Божию, тому пути, который Господь уготовил для верных своих. Это путь в жизнь вечную, это процветание Руси, это победа православного воинства по всему миру, вера православной над этими всеми хитросплетениями поздними антихристов. Это два пути мы сегодня выбираем. Пророчества говорят такой путь, который для тех, которые выберут иной развилку, как это будет, что антихристов будет нужно только прятаться, спасаться. Это для тех, кто не сможет открыть свое сердце для укрепляющих царской благодати. Если укрепимся царской благодатью, то сможем быть победоносными, сможем быть непоколебимыми, несгибаемыми, неприступными. Если и сложить кому голову, ну это уже с радостью, вот во славу Божию, помоги всем Господь. В общем, я передаю просьбу поручения Георгия Михаила Владимировича Романова о том, чтобы в это время люди молились о утверждении царского пути, чтобы люди молились о том, чтобы Господь открыл правду о своем избраннике. Те, которые сегодня не верят, что Георгий Владимирович избранник Божий, пусть молятся о том, чтобы Господь открыл им избранника, которого избрал Господь. Если это он, пусть покорятся ему. Для них это так. Но нельзя это оставлять просто вот в таком в ожидательном таком состоянии. Потому что сегодня только есть слухи о том, вот войны, вот сейчас вот там Батюшка умер, вот война будет, вот тут сейчас скоро вот это введут. И все только ожидание такое пассивное, что будет с нами враг делать. Вот сейчас нас будут бить вот так, сейчас насиловать будут вот так, а мы все будем ждать следующих этапов. Это вообще не Гоже, это не православное поведение. Это просто такое вот, ну постыдное. Ну, нельзя так, надо по-другому. Надо укрепляться, если Господь нам руку подает, а мы говорим, что продолжаем вопиять, Господи, не мешай, мы к Тебе молимся, а Ты нам мешаешь Тебе молиться. Вот это вот, чтобы таких казусов не было, всем надо укрепляться этой благодатью и вымаливать, чтобы Господь открыл эту правду, чтобы этот дух поменял. Многие мы сквасились в этой закваске за последние десятилетия церковное такое учение было, где посмотришь, везде все вот разброд такой, нет таких вот оснований, все как-то человеческое до чего дотянется, вот и тем утешается. А Божией трудно проникнуть, потому что у каждого свое понимание, у каждого свой ум, свое сердце, своя воля, которая никак не покоряется воле Божьей. Поэтому итог такой покорится воле Божьей. Поэтому, когда молятся своему Богу эти еретики, враги нашего Бога, Сына Божия, мы будем молиться Ему, нашему Господу, чтобы укрепил нас, чтобы послал это сугубо Дар Духа Святаго на царя и на всех его верноподданных, чтобы это было зерном, которое действительно будет продолжением, славным продолжением Русской Церкви и для всех тех, которые составят этот единый русский корабль. Это не тот Титаник, который подвластен стихией, это наоборот определяющий погоду политическую и духовную на планете. И то, что Чебаркульский метеорит показал, когда угроза была такая, что Георгий Владимирович как раз в посещении тех мест и это сработали так славно и так удивительно сработали эти небесные службы безопасности, когда даже ни одно из такого угрозившего бедствия, ни один человек даже не скончалось, сколько пострадали, вот такое получили пощечинки такие, посекло, да. Поэтому надо понимать, что царский путь это решение проблем не просто наших каких-то таких внутренних юрисдикционных или политических государственных вселенского масштаба. Так что и бис отрепещет и отрепещет. Вот к какому престолу благодати мы вновь призываемся, приступаем, что и ангелы хотят проникнуть, Господь дает своим тем, которые покоряются его милости и его воли. Призываем всех молиться об укреплении царского пути, потому что с православия без царя оно только и будет уязвляемо от антихриста, это уже финишная прямая, нужно понимать эту опасность и этот путь он заканчивается. Начинается путь царский для Святой Руси, для Русской Православной Церкви, чтобы всем народам увидеть эти благодатные времена. Помоги всем, Господи. Праздник! Спасибо.